Утро, ребята, солнечная Греция. Сегодняшний день у нас выходной. Будем снимать для вас. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Ну и смотрите все новости с Греции без розовых очков. Поехали. Маленькая новость у нас уже. Выехал здесь заправочка. И бензин упал. Евро 70 у нас на данный момент. А был евро 80, евро 90, до 2 евро. Сейчас у нас 18 декабря. Так что надо запечатлеть этот момент. Ребята, едем, как обычно, пробки. Хочу заехать сейчас на базар. Пол первого дня. Но может успею вам кусочек показать. Вы все знаете, а кто не знает, у нас переездные базары. Каждый день в разных районах существует базар. Вот. Рядом с домом у нас есть. Сейчас пробежимся. Может быть что-то и прикупим. Ну и так по ходу дела. Сегодняшний день будем снимать вам. Я думаю, по дню снимать интереснее, чем вечером. Вечером ничего не видно. А днем вам видны улицы. Вся обстановка. Ну в общем, живой контент. Потому что все привыкли смотреть только красивые картинки. Летние моря. Гостиницы. И тому подобное. Вот. А у нас сейчас зима. Такая вот она. Сегодня погодка просто шепчет. Очень классная. Радует нас. Скорее всего, потому что у меня выходной, наверное. У нас сегодня 10 градусов. Класс. Так, продвигаемся мы. Простояли 10 минут в пробке. Продвигаемся дальше. Вот, ребят, смотрите, как оно есть. Город Салоники у нас. Молодежь куда-то школьники. Сегодня понедельник. Куда-то идут. Много экскурсий сейчас. Вот. В городе очень много туристов. Есть такая информация, потому что знакомые работают в ресторанах. Рядом с портом. А вот. И забито просто. Туристов очень много. Приезжают в страну. Не только в летний период, но и в зимний период тоже посещение. Это то, что я знаю. Пару магазинов, там пару ресторанов. Вот. А так по всей Греции, скорее всего. Ну, не скорее всего, а так и есть зимний сезон. Тоже приезжают. На Рождество приезжают. У нас в городе уже украсили город весь. Площадь арестатировался. Уже елочки там красивенько сделали. Может быть, сегодня мы успеем попасть туда к вечеру. Посмотрим, кто его знает. День у нас только начался. У меня день начинается в 12 часов. Все знаете, что я поздно заканчиваю. Вчера, кстати, видео вышло. Пока смонтировал его. В 3 утра лег спать. Так. Сейчас будем заезжать снова в район Мэни-Мэни. Если мы проедем. Конечно, движение в Греции надо привыкнуть, ребят. Ко всему привыкаешь. Особенно новым водителям здесь непривычно, когда мотоциклы их пугают. Когда они вылезают, вылетают с разных сторон. Так что это дело привычки. Мы едем разными короткими путями. И, соответственно, вам будет интересно посмотреть разные районы. У нас район считается... Какой считается? Ну, не самый такой вот лакшери. Средний, да, район. Есть и похуже. Вот, у нас средний район. Конечно, самый такой классный район, я уже говорил. Это Панорама, да? Каламарья. Вот, да. Анатумба, да. Акатутумба. Там такие интересные, конечно, районы. Так, вот мы... Я уже вижу базар. Почему так поехал? Потому что припарковаться на центральной улице нигде нельзя. А здесь я уже немножечко такой освоился. Так, можно... Слушай, а я здесь не буду вставать, нет? Мы поедем. Давай, тетя. Тетя, давай еще. Ну шо? Епт, твою эту тетю. Ладно. Короче, встанем. Встанем как местные. Женщины, конечно, кто им права выдает, не знаю. Это ужас. Вот у нас сначала базар. Пойдем посмотрим. Базар у нас тоже снова, опять же скажу, не лакшери. Это одна маленькая улица. Просто удобно, потому что рядом с домом есть побольше базары. Поэтому так вот начинаются вещи. Ну и там дальше уже будут фрукты, овощи. Вот так, да? Да, друзья? Вот так в Греции такие базары. Да, если понравится, все, что речи, это все мелочи. Очень много русскоговорящих торгует. Так, жена дала указание, что купить. Я уже половину забыл. Пока я вам видео снимаю. Трусики. 1 евро. Помидорки. 1 евро 60. Перец болгарский. 1 евро 60. 1 евро 20. Так, а еды сегодня вообще маловато. Здесь перекрыли лентой. Будут строительные работы какие-то вестись. Слушай, а еды сегодня вообще мало. Ну, мы поздно приехали. Так, самое главное фрукты. Мандаринки, апельсинки и тому подобное. Так, апельсины. Евро, евро килограмм. Сейчас я их приду к ним. Мандарины, где у нас? Рыба. Вон Снегурка стоит. Продает фрукты. Фурма 75 центов. Сейчас дойдем до маслин. Так, ну, базар не ехте. У нас все же есть что-то взять. Маслинки наши. Ну, ладно, сейчас выключусь, скуплюсь. Потом выйду снова на съемки. Точно неудобно снимать. Ну, вот такой вот у нас пакет получился. Тяжелый. Фрукты, овощи. Помидоры, огурцы, апельсины, мандарины. Молодая картошка. 30 яиц. Маслины, фета. Все это вышло в 21 евро. Вот такая вот цена у нас. На базаре дешевле скупаться, чем в торговых центрах, либо супермаркетах. В торговых центрах, сказал. В супермаркетах. Да? Вот такой вот. Сейчас мы тащим домой. Поехали дальше. Объехали мы снова базар, потому что дороги перекрыты. Мы продвигаемся, да, на центральную улицу. Вчера так интересно. Вчера было воскресенье. В воскресенье вообще эльтокурьер не работает. А нам пришло сообщение, что он приезжал. Но на самом деле он не приехал. Посылка. Сейчас пойдем разбираться по дороге. Спросим, что это такое. И интересно очень, почему в воскресенье они решили приехать. Сейчас поедем, посмотрим. Потом у нас еще есть одно интересное дело. Я вам покажу коробку. Магазин Джамбо. Нам надо поменять игрушку. Вот. Но коробка вся разорвана. Интересно, поменяют нам или нет. Смотри, какой Кату, как он заезжает. Он сейчас... Как он сюда заедет? Вообще непонятно. Вон, смотрите, с левой стороны. Не может он развернуться. Надо пропустить нас. Ребята, разобрались с курьером. В общем, немножко мы перепутали. Это пришло сообщение, что якобы отправлена посылка. Посылка. Ладно, едем дальше. Мы сейчас едем в сторону Джамбо. Будем пытаться менять нашу игрушку. Ну и покажу вам, что случилось. Эту дорогу вы тоже, наверное, все знаете. И помните, это с трассы. Вы заезжаете в Салоники и можно попасть сразу же на набережную по этой дороге. А в нашем случае мы едем в Джамбо, который находится на Лимане. В Порту. Значит, что случилось? Вот наш дрон. Вроде бы все хорошо, летал. Все. Но потом, когда поставили на зарядку... Сейчас я найду зарядку. Ставили на зарядку. Она просто вот сгорела, видите? Вот такое состояние. Вот такая вот коробка. Ну и сейчас мы посмотрим, поменяют там его или нет. Будет интересно. Все это просто в Джамбо. Значит, вот здесь вот касса. Там обмен происходит. И тому подобное. Значит, обмен только по понедельникам, средам и пятницам. С двух часов вечера до восьми вечера. Вот такая вот история. А у нас без двенадцати минут два. Сейчас нам двенадцать минут подождем. Мы пойдем будем пробовать обмен. Хотя посмотрела так на коробку. Ну, типа говорит, а что вы с ним делали с коробкой? Я говорю, ну что, ребенок открыл ее? Говорю, мы же не собирались менять. Продукция, ну, сгорела. При зарядке это не наша вина, в принципе. Вот. Ну, сейчас разберемся. Возьмем, скорее всего, я думаю, я настаю. Возьмем новый дрон и поедем куда-то в лес. Да, здесь в салоне, как я вам покажу, где это. И будем запускать его. Наш дрон. Без проблем. Вот нам дали чек на сумму. Идем выбирать сейчас другой дрон. Летать мы сегодня не будем. Сын увидел эту машинку, которую по телевизору показывают. Тут управление рукой, джойстиком. В общем, захотел ее взять. Ну, пойдем сейчас посмотрим, что она умеет, как ей управлять руками. Так, выехали мы на центральную улицу. Едем в очень хороший район. Там, где мне нравится. Там есть выход в горы. И там очень красиво. Можно попить кофе, насладиться городом. Но прежде чем это сделать, нужно проехать всю эту пробку. Поэтому немножко терпения. И скоро мы будем в Вану Тумба. Там, где стадион Паук находится, центральный. Все вы знаете, а кто не знает, что греки, они помешаны на футболе. Футбол это для них, как, не знаю, как вторая жизнь. Очень много поклонников. Футболистов очень много. Ну и школ здесь очень много развита. Футбольные команды. Футбольные кружки. Поэтому будем проезжать стадион. Кто не знает, находится он в Вану Тумба. Вот наш центр города. Конечно, сколько раз я говорю, что здесь надо или мотоцикл, ну два колеса. Потому что в город проехать можно на автомобиле. Просто если вы не хотите останавливаться, вы можете просто проехать. Припарковаться здесь нереально вообще. Только пользоваться паркингом. А в городе паркинг начинается у трех евро за час. Три с половиной, три евро в час берут. И то, если вы найдете паркинг. Вот, поэтому очень много мотоциклов передвигается. Ну и жаркая страна. На мотоцикле намного комфортней. Вот. Ну что ж, едем. Вот это центр города. Мы проезжаем, все, в пробке стоим. Там вот море. Да, а мы в пробке, ребят. Уже как минут 30. Ну еще минут 20 мы доехали до... Будь здорово, Зая. Мы проехали до арки только. Это сумасшествие. Если честно, уже хочется возвращаться, ехать обратно домой, но ладно. В общем, продвигаемся потихонечку. Вот вам центр города, ребят. Ужас просто. Ну что ж, проехали мы пробку. Вот поднялись мы на Натумба. Тут совсем другая Греция. И мало кто из людей знает, что вот с этой улицы, это Григория Ламбраки, есть выезд на... В очень интересное место. Ну как по мне, мне нравится. Среди вот города, да, ты можешь неожиданно очутиться в лесу. Ну в таких... В горной местности. Сейчас вы увидите об этом. Это еще чуть-чуть, буквально, кварталов нам 5 проехать. Жена моя сказала, что нравится этот район. Будем переезжать. Знаете, сколько здесь квартиры стоят? Вот я говорил. Мы искали... Сколько лет назад? Сюша. Полтора. Нет, когда я здесь работал? Года 4 назад. Искали. Чтобы вы понимали, бейсмент, ну как подвальное помещение, за 400 евро сдавалось. Я когда пришел, это через Меситис я искал. И она мне показывает вот этот подвал этот с плесенью. Я говорю, что серьезно? 400 евро вы сдаете подвал и кто-то снимет. Ну я в шоке. Но здесь цены, конечно, вот 500 начинаются. Вот такого вот плана. Район, да, интересный, красивый, ухоженный. Детских площадок много красивых. Ну ухоженно все в общем. Мало здесь людей, которые хулиганят вот на улице. Не бьют здесь окна на машинах. Я знаю, потому что я здесь долгое время работал. Я 2,5 года своей отдал жизни одному магазину. Мы сейчас будем проезжать его с правой стороны. Герабико. Очень вкусная. Кстати, вот думаю, может быть, зайти поздороваться с ребятами потом. Боже, сколько я здесь не был. Ну интересно. Кстати, вот сейчас... Ой, слушай, а что, не работает твое заведение? Вот оно. Блин, как я здесь давно не был. Я сломаю. Помнишь, сынок? Вот, значит, скоро нам надо будет поворачивать. И сейчас вы увидите, куда мы сможем набраться с вами. Вот так вот в городе вы находитесь. Блин, вот я сейчас, как сейчас помню, я постоянно искал парк. Постоянно искал парк. Смотри, здесь высотки слева построили, парковку сделали. А раньше не было, да. Будем... Не буду выключаться, чтобы вы сразу... Чтобы не объяснять, где это место и тому подобное. Чтобы вы сразу понимали, где поворачивать. Улица Григория Ламбраки. Это запомните. Хотя, может, вам и не понравится эта местность. Но все-таки просто часто пишут, с какой улицы завернуть, куда повернуть. Вот сейчас будем здесь поворачивать мы налево. И увидите, куда мы приедем. Мы целый час потратили, чтобы добраться сюда через пробки. Можно было поехать через по объездной дороге. Но объездная дорога у нас ремонтируется сейчас. И там тоже огромные пробки. Ну и мы были в центре города, поэтому через центр города мы поехали. Интересно, возможен ли еще въезд туда? Не перекрыли ли они там? Вот здесь я постоянно машины парковал свою, когда на работу ходил. Потому что иначе ты нигде не встанешь. Так, потихонечку продвигаемся, потихонечку. Сейчас будет дорога, конечно. Ой, смотри, дорогу сделали. Молодцы. Что это упало? Что-то, что-то рухнуло у нас. Смотри, дорогу закатали. Поедем туда или встанем здесь? Наверх? Не хотите идти пешком? Ратри какие. Давай на мосту тогда ставим. Ну, на мосту, наверное, нет. Ну, хочешь, поехали. Ладно, вот, смотрите, ребят, чтобы мы пешком не шли. Ёмра, какая пробка по обездной. Я вам потом покажу. И вот так мы попадаем, друзья, в лес. Я не знаю, можно здесь ездить на машине или нет. Но мы поедем. Ладно, включимся наверху уже. Сейчас продвигаемся. Вот здесь вот с левой стороны там был турник. Можно было позаниматься. Очень круто. О, ребята вот здесь. Бетки перерабатывают. Турник до сих пор есть? Да. Здорово. Сейчас мы поднимемся на самый верх, чтобы пешком не идти. И снимем вам оттуда. Очень классное место. Здесь можно ходить пешком. Мы постоянно, мы первый раз на машине сюда заехали, мы постоянно пешком этот парк проходили. Здесь занимаются велоспортом, здесь занимаются ездят на кроссовке. На кроссовых мотоциклах есть специальные горки здесь, да. Дорога, конечно, не очень, но зима, да. Зима размыла все. Мы поднимаемся, ребята, с вами. Все для вас. Распаковка. Сейчас мы его распакуем и будем кататься. Ну что ж, машинку мы сделали. Ну вот, посмотрите, какая красота. Это вот море. Все для вас. Любуйтесь. Место очень классное. Для прогулки. Все салоники отсюда видно. Воздух чистый. Вот здесь вот мы гуляем. Сейчас я вам покажу, куда мы приехали. Мы приехали вон оттуда. Вон наш район. Депорт. Лимана. Заснеженные горы. Библиотель. Если гулять тропами, там есть очень интересные места, тропинки. Классно. Ксюша, что-то скажешь? Нет? Приятного. Спасибо. Это вот одна лавочка. Внизу есть беседка. Мы до нее не добрались. Ну вот она. Есть беседка. Ну, в общем, мы это место знаем. Очень, очень классно. Вот здесь вот начинается... Ну, это одна из горок для мотоциклистов. Отсюда я видел много раз. Они проезжают и начинают гонять, ездить. Вон, так же ж. Вон большой спуск для мототехники. О, какой воздух. Вот здесь вот мы пешком. Я первый раз на машине, ребят. Смотрите, какая пробка на объездной. Вот объездная дорога. Обратно мы поедем тоже через центр. Потому что ремонтные работы делаются. Вот, видите, горка для мотоциклов. Можно и на велике. Здесь и на великах проходят соревнования. Класс. Шишечки. Шишки. Но день у нас не закончился. Выходной еще продолжается. Сейчас немножечко погуляем по лесу. Ну и, скорее всего, не знаю, не знаю. У меня вот уже мы все планы сделали, в принципе. И вам снимаем видео. Надеюсь, нравится, ребята. Поддержите канал лайком, комментарием. Вот, потому что стараемся для вас показывать ту Грецию, которую не покажет вам никто. Только это я показываю. Так, как оно есть. Ну и места интересные. Надеюсь, вам нравится это. Ну вот это, конечно, камера не передать. Этот вид глазами очень красиво. Чтобы вы понимали масштаб того, что делают дорогу, вот объездная трасса, она ведет на Халкирики. Вот. И можно объехать весь город в разные районы. Видите, что происходит. Но сейчас транспорт двигается. Но все равно. Сейчас мне проще поехать через центр города, чем двигаться по объездной. И с левой стороны тоже делают дорогу, но немножечко выше. Там тоже большая пробка. Ну и здесь скопление. Потому что до зоопарка здесь тоже делают дорогу. Они ее или расширять будут, или новый асфальт стелить. Не знаю. Ну а мы поехали дальше. Уже не череет. Вид, да, конечно? Класс. Показались мы домой. Зашли в магазин Lidl. Потому что рядом с домом. Ну все, друзья. Будем заканчивать. Заканчивать видео. Надеюсь, вам мой выходной понравился. Вы какую-то информацию взяли для себя. Ну и до новых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok